Всем привет друзья! Сегодня я хотел бы вам представить обзор на новинку на компании ICM модель разведывательного бронеавтомобиля Panar. Сразу хочу обратить ваше внимание на красочный боксарт. Теперь мне нравится у ICM. Видно, произошли какие-то изменения и боксарты стали более красочные, более такие интересные и выполнены. Как правило, сейчас они в светлых тонах, что мне очень нравится. Давайте откроем нашу коробку. Так, первое, что мы видим, это под боксартом нашим, это у нас коробка из плотного картона, что неважно при транспортировке нашей почты. В коробке у нас два набора статистических камен, это у нас два пакета и инструкция на модель и это у нас не камень. Так, и сейчас сразу хочу ваше внимание на то, что, по сути, это, как бы правильно сказать, новинка, но не совсем новинка. Компания ICM объединила две модели. Это у нас получается модель германского броневого автомобиля под номером 35374. Вот, там находится. И у нас происходит объединение с набором 35614. Это у нас экипаж бронеавтомобиля. Насколько я помню, пройдя обзор я снимал на них, вы можете поставить на канале, но всё равно снимем. Так, модель я, как я говорил, уже снимал. Модель классная, друзья, у неё уже собирали, сам не собирал, но по отзывам скажу, что людям понравилась истыкуемость. Так, ну давайте начнем уже с декальки, потом инструкция. То есть, вот наша декаль. Сразу скажу, компания ICM выполняет сейчас декали на новой бумаге. Они беспроблемно переводятся, приклеиваются и никаких у них проблем нет. Далее, инструкция. Инструкция. Давайте покажу номера, не номера, название окрасок, которые предлагает компания ICM, чтобы окрасить данную модель. Инструкция выполнена в виде журнала, формата А4. Первый лист у нас глянцы, все остальные листы матовые. На первом развороте у нас показаны ледники, в красном отмечается, как это уже говорил в других видео, это у нас неиспользуемые детали при сборке данной модели. О, здесь у нас глянцевый полностью журнал, классно. Так, сразу еще хочу обратить ваше внимание на шаги. Компания ICM мне очень нравится тем, что они выпускают очень подробные инструкции. Каждый шаг подробно расписан. То есть тут невозможно запутаться и выполнить что-то не так. Так, вот у нас сборка модели. Сразу обращу ваше внимание, что у нас на модели присутствует нитрянка. Выполнена она довольно-таки неплохо. При снятии башни, это все внутренние части модели будут прекрасно видны. Далее у нас проходит сборка. Как я говорю, все очень подробно описывается. То есть вообще каких-либо проблем нет, не возникнет. И какие декали нам дает компания ICM. Это у нас на четыре варианта. Первый вариант Франция, сороковой год. Далее Белоруссия, сорок первый год. Далее у нас Россия, сорок первый год. И декабрь сорок первого года под Москвой. В зимнике. Далее давайте по следующему. Это у нас обзор на миниатюру. Ну, миниатюра, она как всегда, в принципе. То есть на первой стороне у нас на лицо показан наш литник. Давайте покажу. О, шок раз не видно. Давайте так саду. Тут указаны номера цветов с палитрой Revolt Amia, которые вам потребуются для окраски данной модели. Так, и на развороте у нас вид окончательных фигур, которые будет после сборки. Здесь у нас показаны буквенным обозначением. Это у нас номера красок. И цифрами это номера деталей с литников. Еще раз, обращу внимание, на наборе присутствует котенок. Далее давайте обзор модели. Деталей модели не так много, что придет как опытному моделисту, так и начинающему. Как я сказал, детали у нас выполнены качественно. Сразу достанем резину. Резина сделана из резины. Так будет, что я не изучала, но это так и сделана она шикарно. Потому что я уже залазил с носом, посмотрел. И сделана она классно. То есть каких-либо дефектов у нас нет. Вот. Так, и еще, друзья, сразу так вам расскажу. Маленький нюанс в процессе. Сейчас вспомню, просто потом не знаю видео, когда я сниму, не сниму. То есть вы собираете модель и пришла пора окрашивать наши колеса. Колеса у нас целых четыре. Как это сделать? Недавно просто увидел. Покажу на двух. Избиратель из бумаги, вручу в трубочку. В трубочку у нас должна пройти свозь колеса. Тоненькие трубочки. И вот так она оставляется. Да. Ну, покажу на одном. То есть эти колеса одеваются на трубочку. И при окраске очень удобно. То есть вы красите трубочку, все колеса у вас здесь на виду. Красите аэрографом, наносите эффекты. Все четыре колеса можно одеть спокойно на такую трубочку. Это такой легкий мини файфхак. Я обязательно сниму видео по этому. И вы посмотрите. Ну, это я когда увидел, мне очень понравилось. Ну, вернемся к нашим колесам. То есть у нас протектор достаточно четко пропечатан. То есть все это хорошо видно, все это хорошо каких-то дефектов нет. Ну, теперь давайте дальше. Непосредственно сама модель у нас. Давайте посмотрим. На данном литнике присутствует большое количество мелких деталей. Литник пролит качественно. Дефектов не обнаружено. Следы толкателей находятся на внутренних частях элементов. Да, пролито все хорошо. При сборке у вас проблем возникнуть не должно. Но, как я сказал, друзья у меня собирали и им понравилось. Далее, следующий литник. И что у нас диски. Колесные диски. Ну, тут все так же. Все хорошо. На дисках у нас присутствуют, есть, скажем так, болты крепления. То есть все это пролито, все четко видно. Наш следующий литник. Это у нас детали корпуса. То есть тут у нас на корпусе есть рифление. Ну, это пол... Как это сказать-то правильно? Половое покрытие. Или не знаю как. В общем, оно рифленое. И выполнено очень хорошо и качественно. Далее у нас... Что тут еще хочу сказать? Ну, решетки пролиты замечательно. Дальше. Ну, тут каких-либо дефектов нет. Останавливаться даже не на чем. Дальше. Следующий у нас литник. Это последний литник бронетранспортера. На бронетранспортере пока выполнена клепка. Вся клепка выполнена отлично. То есть, пропечатана она хорошо. И каких-либо у вас... Замечаний по ней быть точно не должно. Далее у нас двигатель. То есть, в принципе, значит, можно сделать. Будет как-то ее открытый, наверное. То есть, капот или что-то. То есть, модель она вообще хорошо подает для диорамы. К тому же присутствует у нас экипаж. Ну, и перевернем. Тут у нас колкатель на внутренних частях элементов. И каких-либо дефектов не обнаружено. Ну, и теперь взор миниатюра. Про миниатюру много говорить не буду. Потому что, как мне кажется, во всем это... Одна из самых лучших миниатюр, которые только бывают на модельном рынке. Да, набор их котенок прикольный. Так, лица. Лица на миниатюре пропечатаны хорошо. Далее. На что хочу обратить внимание. Это у нас... Так, так... Стыка пресс-форм нету. Также в наборе есть канистры. Канистры выполнены из двух половинок. То есть, я буду стыковать. И канистра, кстати, одна. Канистра одна. Далее. Что-то? Да, в принципе, больше даже сказать нечего. Все классно. Ну, вообще миниатюра, она вообще хорошая. Мне нравится. Дефектов на данном литнике не обнаружено. Ну, и теперь, друзья, давайте завершим наш обзор. Вверху. Так вот. Нашу коробочку. Если вы увлекаетесь моделизмом, любите бронетранспортеры, то эта модель для вас. Смело покупайте. Дефектов на ней не обнаружено. И при отсборке вы получите удовольствие. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok